Синяки, гематомы, растяжки. Интернет переполнен фотографиями ужасных последствий домашнего баночного массажа. Как все-таки избавиться от целлюлита с помощью вакуумной банки и при этом не навредить здоровью? Знает и расскажет наш эксперт-массажист Елена Ткаченко. Встречайте! Леночка, здравствуй! Ты знаешь, от подобных фотографий, а бывает еще и хуже, становится настолько страшно, что думаешь, ладно, буду уже ходить с целлюлитом, чтобы не иметь вот таких вот страшных последствий. После грандиозного преображения, в котором участвовала Юлия Прокопенко из проекта Мастер-Шеф, она по секрету мне пожаловалась. Давайте посмотрим. Дело в том, что я же худею, мне все так хорошо получается, как все выглядит. Все будет отлично. Я надеюсь на это. У меня еще появилась новая проблема, у меня теперь целлюлит. Да, читала, что дома можно вакуумными банками, но почитала столько отзывов, что там и синяки, и гематомы, и потом и вены, и сосудистая сетка. В общем, не знала, что делать. Лена Ткаченко, профессиональный массажист, наша подруга, она поможет. Теперь ты понимаешь, почему я сразу же обратилась к тебе. Я сталкиваюсь с этой проблемой очень часто, и ты правильно сказала, домашний безопасный массаж, это прежде всего. А то, что я вижу здесь, поверь мне, это цветочки. Картина порой выглядит намного устрашающе. Это кровоподтеки. Могут быть и порванные сосуды, или же кровь просачивается сквозь стенки сосудов, мы вакуумом как бы вытягиваем, и как, ну, сквозь папиросную бумагу, вот, кровь может выступить на поверхность. И мало того, что такие ужасные последствия, и болевые в том числе, но и от целлюлита не избавишься. Зная некоторый секрет, можно добиться успеха. Вот я, в общем-то, этими секретами и рекомендациями с Юлей поделилась. А к нам присоединяется Юля Прокопенко, которая, согласно инструкциям Леночки, в течение двух недель делала дома массаж с помощью вакуумных банок. Встречаем. Здравствуйте, Юлечка. Привет, Юлечка. Присаживайся, пожалуйста. Присаживайся. Юля опять преобразилась. Новый цвет волос. Этот целлюлит, он просто невыносим. Я все уже на себе испробовала. Он появляется очень быстро и очень-очень долго, с ним надо бороться, чтобы он ушел. Ну, ты слышала, что вообще в салонах делают баночный массаж? В салоне-то стоит около трех тысяч гривен за десять... За курс. Курс. Десять сеансов, три тысячи гривен, конечно, это очень-очень дорого. А баночки стоят в аптеке, если покупать, 70 гривен. Давай их рассмотрим. Да, две штучки, 70 гривен. Они так и называются вакуумные баночки. Да, вакуумные баночки для массажа, это силиконовые баночки. Есть еще баночки стеклянные, но они используются в аппаратных. В силиконовой баночке очень удобно регулировать силу всасывания, что крайне важно во время массажа. Ну, ты довольна? Ты же две недели делала такой массаж. Как тебе вообще? Да, мне очень понравилось. Я делала 12 приемов. Я останавливаться на этом не собираюсь. Ну, насколько действительно изменилась ситуация, мы оценим в конце нашего занятия. А прямо сейчас пора уже приступать. Как и любой массаж, мы начинаем с разогрева. Разогрев, конечно, лучше проводить вручную. Вот Юлечка знает. Ну да, как и при любом другом массаже, надо разогревать сначала себя. Растирать любимое поглаживание начинаем. Потом мы переходим к растираниям более интенсивным. Можно встать, можно это делать стоя, можно поставить ножку на стульчик, как удобно. Вот. И затем такими можно круговыми-круговыми движениями, подушечками пальцев или же основаниями ладони, немножко разогреть и выжимающими движениями себе наверх. Вот как Юлечка делала. Ну, это мы показываем, где достали, а в принципе все области, которые... Да, сзади, да, также и ягодичную зону, все это нужно разогреть. Уже прям как профессионал. Если вам в салоне делают массаж не начиная с разогрева, могут возникнуть порванные сосуды и эти все нарушения сосудистые, так как кожа не разогрета, и вам сразу на холодную кожу, не расслабившуюся мышцы, будут работать вакуумом. Затем наносим масло на обрабатываемую поверхность. И сразу же хочу сказать о первой ошибке, которую делают женщины. Нужно наносить достаточное количество масла больше, чем при обычном массаже, чтобы кожа не тянулась, а все-таки было обеспечено скольжение. И я сразу обозначу эту проблему. Достаточное количество масла. Следующий у нас этап идет, это разогрев уже баночками. В начале мы также нежно и плавно с малой силой вакуума начинаем разогревающие движения, а потом по ходу массажа мы увеличиваем силу вакуума, то есть всасываемость кожных покровов. А как ты обеспечиваешь вакуум? Ты сжимаешь банку? Да, надо немножечко сжать ее и потом прислонить к коже и отпустить. И где-то до сантиметра приподнятой коже это нормально. И что, больно тебе? Нет, абсолютно не больно. Для разогрева кожи я имею в виду до сантиметра всасывания кожи. И еще хочу обратить внимание на один нюанс небольшой. Если вы ведете по коже баночку и заметили, что болезненно из-за того, что кожа тянется, придерживайте здесь в начале кожу, и тогда вам будет более комфортно работать вот таким вот образом. Если кожа особенно тонкая, такая атоничная, то, конечно же, это вообще... Поскольку у меня сегодня вместо кожи штаны, то я не буду свою кожу смазывать маслом, но банку попробую. Кстати, что происходит в этот момент, когда мы делаем правильно баночный массаж? Мы усиливаем приток крови. Кожи, естественно, наполняются тканей, клетки кислородом. Усиливаем и улучшаем лимфоток, а также межклеточную жидкость, которая скапливается и, конечно, создает нам неприятные проблемы. И со временем организм сам себя вытаскивает из этой проблемы. Мы даем ему такой толчок. Как долго нужно повторять вот этот первый массажный прием? Это в течение 5-7 минут. А всего массаж сколько может длиться? До 40 минут. Смотря сколько зон. Все зависит от масштаба катастрофы, да. Следующее движение. Мы работаем только вверх. Работаем только по направлению к лимфоузлам. Лимфоузлы сами задевать нельзя, да? Нет, не работаем мы в подколенной области, не работаем мы здесь на сгибе локтевых суставов. И в области паховой зоны мы не работаем, а также в области шеи. И вот следующая ошибка – неправильные зоны, где порой себе позволяют женщины массировать. Ошибки, которые мы только что озвучили, это зоны. Обязательно нужно следовать этим правилам и работать на допустимых зонах, чтобы не навредить себе, своему здоровью. Баночному массажу подвержены зоны – это ноги, это живот, бока, это руки. Я на руке попробую. Здесь тоже… И совсем не больно, правда, Надюш? Да, не больно и категорически вот нельзя… Вот это вот так вот нельзя? Нет, нельзя. А стоит ли усиливать втягивание? Усиливание – это уже второй этап. Очень важное направление движения. Как я уже говорила, мы работаем только вверх. Если мы работаем по ногам, рукам. Но что касается направления ягодичной области, ни в коем случае мы не работаем вниз. Поэтому если мы работаем в ягодичной области, то мы работаем, ведем вверх и закругляем вот таким вот образом к центру. Третья ошибка – это неправильное направление движений. Третью ошибочку – направление движения. И вот наглядно видно, что если делать этот массаж правильно, то результат будет абсолютно другим. Гладкая кожа, без всяких повреждений и без целлюлита. Но осталась еще одна ошибка. Мы сделали разогрев как ручной вначале, потом сделали разогрев баночный. Теперь мы усиливаем силу всасывания, мы уже даже можем наблюдать покраснение, гиперемию в обрабатываемой зоне. И поэтому наша кожа уже готова к более интенсивному приему. Для этого мы практически на нет сжимаем баночку. И вот таким вот образом мы ее ставим на кожу. Тут уже до двух сантиметров, в общем-то это нормально. Не отрывая баночку, затем в конце приподнимая. Также направления все у нас идут вверх. Единственное, что в районе паховой зоны, когда мы работаем на передней поверхности бедра, мы ведем баночку вверх и чуть-чуть немножко сюда закруглить, но не вплотную к паховой зоне, где-то пальчика 3-4 не доходя. А внутренняя поверхность бедер? Ну здесь практически мы не работаем. Опять-таки ориентируйтесь на свои ощущения. Вот разве что совсем немножко, так как мы на первом этапе делали разогрев. Здесь можно немножко проработать, но опять-таки, как минимум ладонь до паховой зоны мы не доходим. И сила всасывания, последняя ошибка, но она также очень распространена, потому что женщины считают сразу, чем сильнее я схвачу, тем лучше. Вот, этого, конечно, делать нельзя. Вот и получаются синяки, да? Да, да, вот таким вот образом. И мы видим, какое у нас красивое тело, если делать правильно все приемы. А вот если неправильно делать? Да, после домашнего и, к сожалению, после массажа некоторыми мастерами, действительно были такие кровоподтеки и гематомы. Но запомнился мне очень один случай. Пришла ко мне клиентка не с просьбой, сделайте мне массаж, а пришла, говорит, и что мне делать? И когда она разделась, я увидела у нее огромные черные кровоподтеки, вот такие вот полосками. Я сначала даже не могла подумать, от чего такое. Оказывается, ну, Надя, ты будешь смеяться, но тем не менее это грустно, она пылесосом делала себе вакуумный массаж. Если все-таки в результате такого массажа образовался синячок или кровоподтек, как правильно обращаться дальше? Не делать массаж. То есть терпеть боль и делать по синякам и кровоподтекам снова массаж нельзя? Ни в коем случае. Это травмированный сосуд, мы еще начинаем давление из-под него. После каждой тренировки, чтобы раскрывать свой потенциал и восстанавливать жизненные силы, очень важно пить экологически чистую воду из глубин земли. Благодаря такой воде организм быстро восстановит водный баланс. Юль, ты делала каждый день массаж? Я делала каждый день массаж. Юль, а как быстро ты заметила результат? Ну, во-первых, я начала замечать его, наверное, после пятого-шестого. Ну, я просто начала ощущать, что кожа становилась немножечко вот как эластичной, как шелковистей. А полностью я заметила после двенадцатого раза. На этом останавливаться, Надюш, не буду. А как мы будем это проверять? Да, мы сейчас посадим Юлечку на жесткий стульчик, и она красиво закинет ножку на ножку. Это такой один из тестов, который мы можем... Нам понадобится для этого твердая поверхность. Мы попросим нашего помощника сейчас. Надюш, почему я выбрала такой тест, чтобы сесть на стульчик, ножку на ножку? Потому что я увидела Юлечку впервые, когда она обратилась с этой проблемой, вот именно сидя в такой позе. Конечно, были видны целлюлитные отложения. Вот поэтому сейчас мы именно в такой позе и проделаем тест. Ну, Юля довольно смела, без волнения, да? Ты уверена? Нет, уверена в себе, уверена в тесте и в методике. Грациозно. Можем посмотреть абсолютно. Нет никаких отложений, все ровно. Я думаю, Юля перед зеркалом и так, и так смотрела накануне. Перед зеркалом и перед мужем, и перед всеми. Юля, спасибо огромное. Я тебя поздравляю. Ты добилась прекрасных успехов. И не остановишься, я уверена. Спасибо огромное. Благодаря этим секретам домашний вакуумный массаж будет не только эффективным, но и не вредным для здоровья. А это очень важно. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Субтитры подогнал «Симон»!